Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 3339. Том 19. В австралийской епархии упираются и не хотят поминать патриарха Алексия за богослужение. Так ли это важно и кому? Что за амбиции и почему бы в этом не уступить ради экономии, о которой столько сказано положительного? А иначе многое могут потерять и не войдет в патриархию целый континент. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все каноны сегодня можно свести в один. Пади и замри перед архиереем. Апостол Павел некогда свел же все заповеди в одну. Галатам 5.14. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Есть один канон из 989 канонов с правилами Юстиниана, в котором сказано, что и просящему прощения грех не отпускать всем веки. Так что тут же комментаторы сокрушенно и с испугом проглаголовали. Не знаем, почему уж так строго поступили отцы, но не решились правила это отменять. Я сам читал это правило в Иосифовской кормчии, но в новых изданиях уже подрихтовали и его не обрел. Что это за правило? Может о любви к Богу к первой заповеди свели, за что действительно анафема положена? 1 Коринфянам 16.22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, как бы не так, за захват канонической территории одного епископа у другого. Это же для них царство и княжество. Цитата. Мы за каждой литургией после евхаристического канона и пения достойно есть, поминаем наше священноначалие. Это поминовение определяет, кто мы, и начинается словами. Во-первых, помяни Господи. Кого же мы первого поминаем? Кто для нас первый? Кто глава нашей зарубежной церкви? Мы первым долгом поминаем православное епископство церкви Российские. И только после него уже на втором месте поминаем господина нашего высокопреосвященного митрополита Лавра. После кончины митрополита Петра Крутицкого архиерейский собор русской зарубежной церкви постановил возносить имя митрополита Кирилла Казанского. Поскольку последний находился в тяжких обстоятельствах, чтобы не затруднять его трудное положение, было решено внести, цитата, анонимную формулу его поминовения. Православное епископство гонимая церкви Российская. Православная церковь не знает анонимных или обобщающих формулировок в отношении поминовения священноначалия. Наш нынешний кризис и заключается в том, что мы первым поминаем православное епископство церкви Российские и не знаем кто это. Не зная этого мы не можем знать кто мы. Теперь же, когда у нас имеется возможность ездить в Россию, входить в контакт с представителями и Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и разных групп, именующих себя катакомбниками, а также знакомиться с дотоли нам неизвестными документами в прежде недоступных архивах, у нас не осталось оправданий и мы обязаны искать выход из нашего истекшего временного положения и знать, кого мы конкретно первым поминаем. Люди в нашей церкви, в особенности архиереи и духовенства, сведущие в канонических вопросах, понимают, что русская зарубежная церковь находится на грани канонической катастрофы. Если сейчас не решится вопрос нашего канонического статуса, то у нас не будет никакого статуса, что для православной церкви недопустимо. Отец Петр Перекрестов Псалом 9.29 Сидит в засаде за двором в потаенных местах, убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Деяние 12.21.23 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Верность дружбе, принципам, идеи ценится всегда во всех народах. Как и в помощи, не краснобай, а дельный, кем ты никогда не будешь продан. Счастлив муж такой святой жены, он из ряда всех мужей выходит. Бури и невзгоды не страшны, потому что тыл к сраженью годен. Столько же о счастье говорят, голос тратят даже не на сцене. Распресси счастливцев всех подряд, что они в других как дар оценят. И услышишь гимны красоте, дружбе закадычной на природе. Но больного кто и где воспел, тех, кто все страдания принял кротко. Верность там, где рушатся устои. Когда ближние клянут такую дружбу, ценим завоеванное сбоем. Стаи хищников напрасно рядом кружат. Смею похвалиться натощак, и при изобилии самом полном. Нет добра, как плоти на мощах, где душа без дел, позорно голо. Мой Господь учил меня, имял, неуча с таким дырявым слухом. Вытащил из проруби и бросил в полымя. Сбросил с высоты, но на перину с пухом. Тот-то удивятся молодые, что и в старости мы сочны, плодовиты. И не по зубам, бацилам так продымлен, перетерт на мелком решете и сити. Верность Бог свою мне подтвердил. Продубил, прожег и переплавил. Позвонки, как скрепы, устропил. В них мой дух, и в дружбе он есть главный. 21 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин